Раз! 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 Борьба настолько жесткая, что при перетягивании каната, несмотря на рекомендации организаторов, многие сбросили перчатки. Как оказалось, не зря. Скользко, у нас перчатки были, они слабенькие, так-то перескользили нас просто. Сегодня проходит второй этап Зорницы. Победитель будет защищать честь Череповца на областных соревнованиях. Чтобы завоевать это право, участникам нужно продемонстрировать не только хорошую физическую подготовку, но и знания военной истории. Полководцы, конструкторы оружия, даты важнейших исторических битв, звания. Пригодилась ребятам и координация. На старт! Внимание! Марш! Соревнования по фри-роупу проходят уже второй год. Здесь нужна не только хорошая физическая подготовка, но и умение хорошо владеть своим телом, командное взаимодействие. На этом этапе определились лидеры и отстающие. В этом году у ребят результаты много хуже, чем в прошлом году. Это, скорее всего, по причине того, что, во-первых, новые команды, во-вторых, очень мало команд пришло на тренировку. Некоторые элементы для ребят новые, которые еще не были опробованы в городе. Поэтому у них возникают некоторые проблемы. Больше полутора сотен школьников и студентов в колледже и техникумах соревнуются на шести разных площадках молодежного центра. Задействована почти вся территория учреждения. 21 команда, 17 образовательных учреждений, всего 161 участник этих соревнований. Ну, ребята настроены все на победу. Посмотрите, как они здорово принимают участие. Сегодня у нас здесь русские забавы. Единственное, сейчас секунду стартуем. Стоп! 3.15. Русские забавы, куда входит стрельба из лука, метание копья, перетягивание канада, большая скакалка. Уже завтра ребята проведут на Соборной горке штурм высоты, а в пятницу пройдет летний биатлон. Итоги Зараницы 2015 станут известны после Дня Победы, 14 мая. Продолжение следует...